Добрый день. В рамках этой лекции я постараюсь дать краткий очерк культуры христианских королевств Пиренейского полуострова в 13-15 веках. Прежде всего, конечно, королевства Кастилии и Леона с одной стороны, а Рагуна и Каталонии с другой. Португалию сюда включать не будем практически совсем. Еще одно вступительное замечание, прежде чем начнем говорить, будет вот о чем. Понятно, что за час или даже за полтора часа можно дать, на самом деле, лишь самый общий очерк. Показать основные формы манифестации культуры, наметить, может быть, основные тенденции ее развития. Но больше претендовать было бы глупо и необоснованно. Поэтому это всего лишь введение в культуру этого периода. На самом деле, самый общий очерк. Начнем мы с письменной культуры. И здесь сразу же надо отмечать настоящий лингвистический поворот. В правлении двух королей-современников, Альфонсо X Мудрого, правившего с 1252 по 1282, 84 виноват в Кастилии, и его чуть старшего современника, по совместительству еще и тестя, Хайма I Завоевателя, в правлении обоих этих монахов, подведомственных, подвластных им королевствах, был произведен переход с латыни на вернокулярные языки. Я сознательно не говорю на разговорные языки, потому что что Старокастильский, созданный при Альфонсо X, что Староарагонский и Старокаталонский, на котором писали в эпоху Хайма I, ни один, ни другой не были народными языками, разговорными. Это искусственно созданные языки, то для чего в испанском есть очень хорошее словосочетание «linguaje culto». Это язык письменных текстов, язык, конечно, образованных людей, не простонародие. Альфонсо X, давайте начнем с него, инициирует огромную переводческую программу. В отличие от целого ряда своих предшественников, он не просто затевает перевод, в данном случае не на латыни, а на Старокастильский, он не просто затевает перевод на Старокастильский какого-то конкретного текста или даже какого-то вида текстов, ну, как раньше переводили, например, с арабского комментарии философов на Платон и Аристотеля, или какие-нибудь морально-дидактические книги, типа книги «12 философов», да, заказанные Фернандо Третьим для воспитания своего наследника, как раз Альфонсо. Нет, Альфонсо разворачивает гораздо более монументальную программу, начиная с перевода на Кастильский язык Библии, да еще и в двух версиях переводов, и заканчивая переводом на этот язык всего дела производства королевства. Вот в этом ему как раз соответствует Хайме I, который в 1264 году издает документ, собственно, Хартию, адресованную Валенсии, в которой запрещается всем валенсийским судьям, нотариусам, адвокатам, юрисконсультам, купцам и прочим людям, имеющим дело с составлением документов, запрещается составлять их на латыни, но предписано составлять их на том, что Хайме называет словом «романсе», то есть, собственно, в данном случае старый каталонский, конечно. Вот. Но в Арагуно-Каталонии программа все-таки оказывается менее масштабной. Это да, это частичный перевод делопроизводства, частичный, потому что не во всех областях он проходит, он в Валенсии проходит, а, скажем, в Барселоне продолжают документы составлять на латыни еще какое-то время. Вот. Так что, с одной стороны, это частичный перевод делопроизводства, с другой, это составление на романсе «Свода вправо», знаменитая «Фуэра Арагона», «Компиляцион де Уэска», создается на двух языках, да, и на латыни, и на старый каталонском. Еще ряд текстов создают, собственно, свою автобиографию. Хайме Первый пишет на романсе. Вот. Но в Кастилии, в соседней с ним Кастилии, все происходит гораздо более масштабно. Повторюсь, от перевода Библии, через перевод целого ряда текстов с арабского, касающихся астрономии, астрологии, науки о камнях, науки о каких-то естественных вещах, ну, чтобы физических трактатов, да, дальше переводы морально-этических трактатов, морально-дидактических, и параллельно составление целого ряда авторских, оригинальных, не авторских, оригинальных текстов на старой Кастильском языке. Это и правовая программа Альфонсо X, Королевская Фуэра, Зерцала Закона, 7 партий, Уложение об игорных домах, новеллы, и еще ряд более мелких текстов, да, и исторические сочинения, здесь, конечно, и всеобщая история, и история Испании, создаваемая при Альфонсе X, и полуморально-дидактических сочинений, и тексты, которые писались без, не то, что без ведома, не по инициативе короля, а я имею в виду сочинения Гонсала де Берсео прежде всего. То есть, идет вот этот настоящий лингвистический поворот, и Кастилья дальше уже не вернется, это, собственно, и Арагона, Каталония, да, они уже больше не вернутся к латыни. Латынь будет оставаться языком интеллектуалов, университетских людей, как их потом будут называть, летрадос, но и все дело производства, и все право королевства, практически все, и основное литературное творчество будет вестись на вот этих вот вернокулярных языках. Я не перечисляю всех текстов со слайда, их можно вполне прочесть, они разбиты по рубрикам. В этот период, собственно, с середины XIII, с второй половины XIII века, следует отметить рост числа грамотных мирян и резкий всплеск возрастания, резкая спроса на книги. С чем это связано? Ну, прежде всего, это стоит увязывать с двумя моментами, о которых говорилось раньше в других лекциях. Это прежде всего завершение великой, она же быстрая реконкисты, когда к 70-м годам в руках арабов встает Гранатский Эмират и относительно небольшая территория вокруг него, а все остальное попадает в руки христиан. Завершение реконкиста, во-первых, приносит огромное богатство Костелия. Во-вторых, престижно, но что, наверное, более важно, на какое-то довольно значимое время прекращается постоянная война. Наступает период хотя бы небольшой, относительный, повторюсь, но стабильности. Период, скорее, роста, уже культурного роста, демографического роста. И, разумеется, как в любую, более-менее стабильную эпоху, развивается, расширяется круг читающих людей, появляется больше тех, кто читает не просто по делу, но и ради собственного удовольствия. Этому серьезнейшим образом способствует обозначенный и выше лингвистический поворот, потому что читать на понятном языке, на литературном языке, который тебе понятен, который не совпадает, но очень близок к тому, на котором ты говоришь повседневно, гораздо проще и удобнее, чем на уже чуждой тебе латыни. Плюс к тому увеличение количества, просто номенклатуры текстов, это и помянутое мной сочинение Гонсалу де Берсео, и автобиография Хайми I, и хроники, сначала исторические тексты Альфонсо X, а потом знаменитый цикл королевских хроник, который начинается с правления Альфонсо XI, создаваться и уходит дальше, и морально-дидактические сочинения, среди которых можно отметить хотя бы великолепный памятник наставления и свидетельства, созданный при Санче IV. Увеличение количества текстов во многом развлекательных, которые можно читать на, повторюсь, вот этом вернокулярном языке, конечно, тоже влияет на расширение круга читающих мирян и на увеличение спроса. Следом происходит процесс, который роднит Кастилию с остальной Европой, он не уникален для Пиренейского полуострова. Основные центры копирования и распространения книг в XIII веке совершенно бесповоротно смещаются из монастырей в соборы. Заметка на полях. Собор – это храм, в котором стоит епископская кафедра. В этом плане экклезия катедралис, то есть соборная церковь, это и есть собор. Говорить кафедральный собор, ну, это немножко неграмотно. Да, масло масляное, вода мокрая, собор кафедральный. Так вот, соборы, мы о них будем еще говорить чуть дальше, представляли собой, очевидно, не просто большие храмы, да, в центре крупных городов, ну, и огромные административно-хозяйственные комплексы. Там работали песцы, там действовали книжные лавки, к собору жались лавки богатых ремесленников города, там, ну, и так далее, там действовала, как правило, какая-нибудь школа при соборе, куда допускались, в том числе, и миряне, где учили как раз читать, грамотно говорить, писать на языке. То есть, собор, это, на самом деле, серьезнейший культуртрейгерский центр средневекового города. Такой системообразующий центр, я бы даже сказал. И, собственно, по мере разрастания грамотных мирян, по мере разрастания числа грамотных мирян, расширения круга тех, кто хочет и может прочесть книгу. Книга становится все более и более престижным предметом, предметом, маркирующим богатство, иногда роскошь, но и в любом случае серьезный достаток дома. Собственно, складывается пул заказчиков. Сюда входят, конечно, и богатые горожане, и среднее, и высшее знать, и прилаты церкви, и то, чего нет на слайде, претенденты на звание доктора права, или обоих прав, поскольку для того, чтобы претендовать на звание доктора, скажем, цивильного права, доктор де лас-лейкес, да, как их писали в документах, надо было предъявить комиссии не просто какой-то ученый диспут, то есть это понятно, что надо было, но еще надо было предъявить имеющееся у тебя в собственности экземпляры всего свода Юстиниана, а это четыре объемных тома, и хорошо бы, чтобы они были качественно переплетены, а еще лучше немножко хотя бы орнаментированы, тогда это будет еще более престижно, некрасиво. Следом, собственно, в параллель с пулом заказчиков складывается слой профессиональных исполнителей и песцы, и каноники, художники, собственно, вот эти люди, которые занимались перепиской книг. Внизу слайда вы можете увидеть такую вот подпись исполнителя, которая закрывает парную рукопись, очень богатую, богато исполненную парную рукопись партии Альфонсо Десертого Мудрого. Они включают в себя первые четыре партиды. Хранится эта рукопись в Толецком соборе, и если мы прочтем то, что написано, здесь заканчивается Архильо, каноник церкви Санта Мария в Толавеве, и домашний человек, служка архиепископа Педро де Луна, приписка «Ке дьос пердоне» указывает нам на то, что патрон каноника архиепископа Дон Педро недавно скончался. «Эссея кого» продолжается надпись «Эссея кого да искриви а квартро дияс андадос дель мес дэ тубре аня дель сеньор дэ миль и кватрос хентас и каторсе анис». И закончил он это переписывать по прошествии собственно в четвертый день месяца октября года господня 1414 собственно мы знаем что Педро де Луна скончался совсем незадолго до этого как раз в 1414 году. Вот такая надпись казалось бы просто информативная она просто информирует нас о том кто записал ту или иную рукопись но на самом деле из нее можно извлечь гораздо больше помимо того что мы уже знаем давайте соберем приближенный ближний домашний человек архиепископа каноник по его заказу очевидно переписал вот эту рукопись партид но мы знаем что партид на самом деле семь а не четыре откуда же собственно почему же только четыре переписано где же еще три надпись не дает ответа на этот вопрос разве позволяет предположить что оборвана работа была именно в связи с вот этой вот присказкой кодиоспердоне в связи с тем что архиепископ скончался и с его смертью очевидно прекратилась оплата данного труда собственно продолжить эту историю можно но для продолжения этой истории нам надо внимательно всмотреться в еще один важнейший элемент средневековой книги помимо самого текста это разумеется книжная миниатюра и здесь мы собственно прежде чем перейти к книжной миниатюре мы упираемся в формирование двух наверное наиболее таких разнесенных разделенных друг от друга видов средневековой книги книга подарок как правило большой формат дорогой пергамент очень красивое письмо разборчивое то есть устав или полустав да богатое миниатюры о которых чуть позже отсутствие владельческих глосс на полях указывает на то что эту книгу не читали и она делалась не для того чтобы ее читать ее делали для того чтобы подарить выказать уважение человеку подарить ему богатый подарок книгу да другой другая группа это то что в кавычках написано рабочие книги я не знаю как это лучше назвать это на самом деле книги переписывавшиеся для работы которые не дарили это непрестижно это именно вот рабочий инструмент как правило бумага мы знаем что с конца тринадцатого а всерьез с первой трети четырнадцатого века в Кастилью проникает так называемая танжарская или селудская бумага и она проникает в тринадцатом а в четырнадцатом просто становится распространенным товаром бумага очень плохого качества рыхлая легко впитывающая чернила из-за чего расползаются часто кляксы скрывающие несколько строк но зато в отличие от пергамена сильно уступающая ему в цене материал гораздо дешевле так вот книги из бумаги разумеется никакого формата инфолио здесь нет формат иноктава чаще всего то есть малый формат менее красивое письмо скоропись обычно вот или близко к скорописи и как правило очень много владельческих пометок на полях от каких-то указателей манусов фиксирующих то или иное место в тексте до довольно обширных иногда глосс либо согласовывающих комментируемое место с другими текстами интересными автору заметки либо поясняющие какие-то обстоятельства то есть там очень разные вещи это отдельная очень интересная история но давайте вернемся к вот этой вот рукописи подписи с которой есть внизу слайда для того чтобы продолжить ее историю нам на самом деле надо говорить уже о книжной миниатюре а миниатюры бывают разными бывают сюжетными вот два примера ровно перед вами в одном король вершит суд и вокруг него кто на одном кто на двух коленях стоят собственно тяжещие и сюда перед ним а за спиной стоит сержант киролевский с жезлом исполнитель вот а на второй миниатюре вы видите если присмотреться там папа римский он стоит в центре он в красном наряде и в трехэтажной своей теаре он представляет Иисусу восседающему на кафедре справа стало быть от зрителя короля который стоит на коленях за его спиной на самом деле об этой миниатюре можно говорить очень долго но пока остановимся то есть это вот сюжетная миниатюра второй вариант это орнамент растительный растительный с животными элементами геометрические орнаменты такого это собственно наиболее часто встречающийся вид иллюминирования книги когда текст просто окружают орнаментом либо какие-то элементы текста инициалы прежде всего заглавные буквы в них вписывают какой-нибудь орнамент собственно вот вторая миниатюра на слайде та где папа представляет короля это как раз ведь иллюминованный инициал первая буква предложения первая буква фразы вот соответственно бывают конечно и говорящие орнаменты иногда в орнамент вписывается щит гербовый щит с тем или иным гербом и иногда но чаще всего собственно если мы находим книгу где в орнамент вплетен гербовый щит чаще всего это позволяет атрибуировать или владельца книги которые делают для себя и вот как сказать как свой экслибрис да он ставит свой гербовый щит на первом листе или иногда можно атрибуировать адресата книги вот в частности с талецкой рукописью о которой я говорил до того если присмотреться к первому листу первого из двух томов то мы увидим там герб будущего архиепископа Таляда одного собственно из воспитанников Дона Педро де Луна вот и очевидно что книга предназначалась ему тогда еще юному ну относительно юному декану Талецкого собора декану каноников Талецкого собора и книга предназначалась ему в подарок очевидно хотел Дон Педро сделать богатый подарок подарить все семь партийт но умер в процессе работы и орнамент во втором томе уже остался незавершенным больше того во втором томе художнику очевидно за второй том платили уже совсем мало он работал халтурно герб во втором томе хотя и принадлежит все тому же прилату адресату книги но он перепутан там перепутаны четверти гербан с нами соответственно мы приходим к разговору о роли миниатюры можно выделить несколько моментов информацию об адресате я уже отметил украшение вот перед вами но вот например миниатюра идеологического свойства где показан король восседающий в данном случае это альфонсо десятый знаменитой миниатюры из книги игр где показан король восседающий на троне что-то диктующий песцу а по другую руку от него собственно для него это будет по левую руку сидит рядом с троном юрист в характерном главном уборе который который выслушивает жалобы пришедших к нему простолюдином видите привели кого-то почти раздетого кто-то другой стоит на коленях и руки сложены в жесте мольбы то есть там очевидно просят королевского правосудия юрист которого иногда опознают как маэстро Роудена иногда как магистра Хакоба Долос-Лейес это виднейшие юристы двора Альфонса 10 вот он разбирает какую-то тяжбу вот такая сугубо с одной стороны информационно с другой стороны идеологическая миниатюра вот еще один вариант пожалуйста это как раз та рукопись из Толеда о которой я говорил миниатюра на листе первого тона вот посмотрите по левую руку там где полный лист представлен вот пожалуйста растительный орнамент богатый растительный орнамент в который вплетены фигуры ангелов наверху и внизу это ангелы щитодержатели справа слева просто фигуры ангелов ничего не держащих а в четырех кругах по углам странице размещены фигурки четырех пророков если присмотреться то есть вот перед нами одно из один из примеров как раз миниатюры которая с одной да а инициал заполнен геометрическим орнаментом то есть вот пожалуйста богато исполненная книга где миниатюра несет и просто эстетический эстетическую нагрузку она украшает книгу и одновременно указывает на адресата щит который ангел держит внизу принадлежит повторюсь одному из преемников дона педро де луна на престоле архиепискота Толедо справа вы видите фрагмент страницы другой рукописи партид элегантная миниатюра в виде настольного зеркала в данном случае просто занимает место на странице украшает собой страницу в круг зеркала вписано заглавие последнего титула второй партиды этот лист завершает оглавление к второй партиде если мы пойдем дальше то вот еще одна страница и здесь мы с этой рукописью фрагменты который был показан ранее расписной инициал с папой королем и Иисусом с этой рукописью связана своя отдельная история восходящая к эпохе королей католиков о которых будет отдельная следующая лекция собственно если коротко то ситуация такова во время когда умер Кастильский король Энрики четвертый и началась война за Кастильское наследство гранды королевства Кастильи разделились часть из них довольно серьезная поддерживала молодую королеву и ее мужа но другая часть цели которая была например герцога Стуньгига которому принадлежит эта книга он поддерживал короля Португалии поначалу и воевал против Изабелла и Фернандо и затем чтобы заслужить их прощение уже ближе к концу этой войны он задумывает сделать королеве и королю богатый подарок в его библиотеке находится экземпляр всех семи партийт под одной обложкой это на самом деле редчайший случай когда все семь партийт собраны в одном томе богатейший изукрашенный том какие-то инициалы из него я еще покажу дальше то есть очень красиво очень богато выполненная книга 13 вдруг первая половина 14 века и обращаясь к этой книге герцог внезапно понимает что не хватает первой партиды почему не хватает мы сейчас уже не знаем она явно была но вот когда ее когда она куда-то делась науке неизвестны куда она делась тоже что делает герцог Эстония дарить вместо семи партийт шесть это как-то несерьезно да не по-герцогски это и тогда он заказывает писцу причем писца отдельно отыскивают такого который умеет писать письмом прошлого столетия то есть это на самом деле высочайшее мастерство да это не просто первый попавшийся писец писца долго выбирают наконец отыскивают выбирают и ему поручают переписать текст первой партиды но сделать это так внешне как будто книга была выполнена в 14 веке то есть столетием раньше единственное что выдает и собственно это вполне осознанно сделанный шаг на который герцог идет обратите внимание на орнамент пожалуйста на орнамент вот на странице на слайде если присмотреться вы легко увидите там четыре гербовых щитра два заключают два собственно удерживают нижнее поле миниатюры да с двух сторон и два один наверху в правом углу страницы а второй внизу ровно по центру соответственно две пары гербовых щитов они одинаковые одна один из них принадлежит как раз герцогу Стуньего это его родовой герб центральный разумеется белый щит окованный цепью золотой перечеркнутой черной голосой два других вот эти сложные гербы видите там с множеством элементов это гербы его жены принадлежавшие к роду графов Пиментель еще один из высших грандов королевства и собственно говоря вот такой дар от супружеской четы желающий заслужить прощение королей был преподнесен Изабелле принят очень благосклонно герцог получил прощение остался его род остался одним из высших родов Испании из самых богатых и самых знаменитых а книге была суждена долгая и очень непростая судьба она хранилась в библиотеке Изабеллы в личной она пережила пожар в библиотеке Искариала уже потом в 17 веке была спасена к счастью и сейчас она хранится в национальной библиотеке Испании в Мадриде и остается по сей день единственной рукописью содержащей все семь партид под одной обложкой известна под названием рукопись королей католиков вот еще одна из миниатюр оттуда же миниатюра открывает седьмую партиду где мы видим судебный поединок двух рыцарей партида посвящена уголовному праву и как раз речь идет о репту о поединке по обвинению в предательстве вот еще один вариант инициала это из самых ранних сохранившихся рукописей партид конец тринадцатого века лондонская рукопись первой партиды вот обратите внимание расписанный золотом инициал где поле буквы П разделено на две части верхний восседает король окруженный советниками при этом даже сидя обратите внимание даже сидя он остается выше тех кто стоит что важно внизу соответственно юристы и просители вот еще один вариант тоже двор альфонса десятого на миниатюре только на этот раз это одна из миниатюр из рукописи кантик святой девы марии были варианты миниатюр и более как бы сказать наоборот менее идеологически нагруженные я хотел сказать ну вот например миниатюры из другой рукописи кантик святой девы марии две миниатюры где вы видите две пары музыкантов вот еще одна тоже кантиги святой девы марии где мы видим победу костильского войска которая бьется под стягом с богородицей вы видите над маврами костильцев меньше числом но если вы посмотрите на то как ориентированы кони на миниатюре вы увидите что мавры уже обращены в бегство и спасают свою жизнь ну на самом деле о книжной миниатюре можно говорить бесконечно и с ней связано огромное количество всяких историй собственно она остается последнее что я скажу да она остается с важнейшим элементом оформления книжной страницы не только в эпоху рукописной книги но и в второй половине 15 века когда появляется книгопечатание и собственно создаются первопечатные инкунаблы их достаточно часто тоже сначала отпечатывали а потом расписывали уже вручную делая книгу совершенно уникальной но перейдем к следующему блоку в нашем разговоре архитектура здесь совсем коротко если посмотреть на общее направление с середины 13 по конец 15 веков на общее направление развития то мы увидим что середина 13 века это конечно эпоха уже полной гутики и поэтому от классической готики это в частности собор Леона и Бургаса вот собор Бургаса передвая до через пламенеющую готику до так называемой готико Исавелин то есть дословно готико Изабеллы да это стиль связанный с именами Изабеллы Кастильской Фернандо Арагонского избыточно временами красивая избыточно пышная архитектура изобилующая достаточно тяжелым идеологическим орнаментом гербы инициалы королей их эмблемы личные снова гербы снова инициалы то есть вот дальше еще будут картинки из этого ряда соответственно формы манифестации основные повторюсь это соборы монастыри замки и городские дома знати я буду говорить здесь не обо всем несколько слов расскажу о роли монастырей которая меняется довольно сильно и о роли замков тоже о соборах немножко говорил выше помимо того что уже говорилось о соборах я пожалуй что отмечу еще одну важнейшую их функцию начать надо с того что несмотря на то что как мы говорили разрастается количество грамотных мирян оно все равно остается достаточно незначительным гораздо более значительное число людей остаются неграмотными и воспринимают текст разве что на слух а еще лучше в картинках и вот такой вот расписной книгой был расписной каменной книгой был конечно средневековый собор что сейчас когда мы с вами видим собор что снаружи что внутри чаще всего это камень лишенный уже окраски кроме своей природной вот но ведь средневековый собор был покрыт росписью практически весь там крайне редко где оставалось непокрашенное и нерасписанное пространство либо рассказывалась история история священного писания собственно практически везде либо для этого реже использовалась внутренность собора она все-таки использовалась и чаще клаустро вот эти вот внутренние дворики соборов либо повторюсь там размещались зачастую идеологические политические сюжеты ну вот например это как раз собор Бургаса который только что был на слайде вот в его клаустре такие горельефы да прикрепленные как бы сказать к стене фигуры Альфонсо X а рядом на соседнем фото Фернандо третий его отец Беатриса Швабская его мать то есть такие вот мемориальные фигуры там нет ни захоронений этих персонажей ни чего-либо еще связанного с их как бы сказать жизнью но просто вот чтобы люди смотрели и видели своего молодого короля его отца и мать аналогично в клаустре Леонского собора стоит целый перечень фигур формально изображающих ветхозаветных царей но изготавливали фигуры при дворе в эпоху Альфонса X по его заказу и вот в образе молодого царя Давида псалмопевца изображен как раз Альфонсо X как принято считать а рядом одна из гораздо более старых фигур это 12 век фигура короля Ардонья I в музее Леонского собора здесь она присутствует для чего обратите внимание она раскрашена она большую часть времени стояла не под открытым небом а в закрытых помещениях и на ней сохранилась краска она не до конца облезла как собственно до того вы видели на фигурах Альфонса X Фернанда III Абеатрисы Швабской да в клаустре Бургусского собора но от соборов я перейду уже к монастырям потому что вот здесь происходит одна очень важная перемена одна очень важная вещь начать надо с чего когда мы говорим о средних веках пусть даже мы говорим о 13 веке да 14 веке мы говорим о времени когда привычного нам в современном понятии этого слова государства еще не существовало власть короля имеет имела иные опоры и иное оформление чем привычно видеть повторюсь человеку европейского модерна но начиная с 13 века как минимум ряд королей и в случае с нашими героями с Пиренейским полуостровом это конечно Альфонсо X это Хайме I это из более поздних королей Педро IV церемонный из Арагона из Кастильских Альфонсо XI конечно Так вот целый ряд королей пытались найти пытались выстроить какие-то новые формы политические стабилизировать свою власть оформить ее так чтобы она смотрелась даже извне как нечто недвижимое нечто во многом вечное вневременное и нечто качественно отличающееся от власти магнатов я с трудом подбираю здесь слова потому что здесь очень важно точно подобрать формулировку так вот с этим как раз связано изменение статусов монастырей статуса монастырей некоторых в 14-15 веках в случае с Кастилией это 15-й век монастырь Картуха де Мерафлорес картезианский да в случае с Арагоном это монастырь Поблетт в чем собственно говоря дело дело в том что с 14-го века в Арагоне здесь Арагон конечно опережает Кастилию в 15-м веке в Кастилии монастыри задумываются как места королевских пантеонов средневековый король почему важно почему вообще мы говорим о пантеонах почему это важно средневековый король существо почти постоянно передвигающе понятие столицы в средних веках не существует столица ну хорошо стольный город это куда король иногда возвращается несколько раз за жизнь иногда проводит там какое-то время но вообще-то король в постоянном движении и я даже не про походы говорю он постоянно объезжает свое королевство контролирует как обстоят дела на местах общается показывает себя подтверждает свое существование и свою власть принимает клятвы верности обновляет клятвы верности и так далее и так далее сам клянется соблюдательные права обычаи законы то есть это постоянное перемещение и собственно хоронят такого короля чаще всего ну где он умирает там его и хоронят не в смысле в чистом поле конечно в одном из ближайших крупных городов да в одном из ближайших центров епархии как правило классическое место погребения королей Кастиле и Леоне это какие-нибудь соборы в том же соборе Севилья например да вот раз речь зашла похоронено тело Альфонса X в соборе Мурсии похоронено его сердце в Севилье же похоронено Фернандо III его отец вот вот дальше можно смотреть кто где похоронен в Толедо похоронен Санчо IV но короли как правило сами выбирали место своего захоронения если успевали если не успевали то хоронили их по распоряжению их наследников это обычно какой-то из соборов реже какой-то из монастырей но практически никогда это не фиксировалось как место захоронения королевской семьи чтобы вот несколько колен королей подряд лежали в одном и том же месте это практически практически никогда не бывало ну можно вспомнить конечно сразу на ум приходит контрпример да Кастильский монастырь неподалеку собственно в самом Бургасе стоит Санта-Мария донасу Эльгас но если посмотреть на список тех кто там похоронен то мы увидим что из королей там Альфонсо Восьмой и его жена все остальные несколько на самом деле порядка двух десятков захоронений это члены королевских семей инфанты в том числе наследные в том числе Фернандо де Лассердо наследник Альфонса Десятого да умерший преждевременно инфанты умиравшие раньше своих родителей сестры братья и так далее и так далее но могилы самих королей в этом плане повторяют шудьбу их владельцев при жизни они разбросаны по нескольким городам королевства что задумывает сделать Педро IV церемонии я повторюсь здесь Кастильский фронт сильно уступает Арагонскому что задумывает сделать Педро IV он учреждает затверждает документально монастырь Поблет как место собственного захоронения и захоронения всех его преемников таким образом в монастыре Поблет оказываются похоронены вы видите Педро IV Хуан I Мартин I Фернандо I Альфонс V Хуан II то есть все вплоть до уже католических королей это Фернандо будет похоронен не там он вместе с Изабеллой в королевской капелле собора в Гранаде видите опять в соборе вот почему важен поступок Педро IV он как бы сказать это считывается как попытка закрепить место королевской власти если хотите такая точка некровласти да вот некроцентр королевства извините за образ но место где покоится мертвая власть место которое притягивает даже тем что даже несмотря на то что власть это уже мертва это точка политического притяжения в этом плане очень в пользу этого предположения говорит конечно поступок Филиппа II который приказав собственно выстроить монастырь Святого Лаврентия в Искариале как вы знаете крипту монастыря превращает в усыпальницу королей начиная с его отца с Карлоса I и дальше 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 вот уже до наших дней там лежат короли Испании то есть это такое это как бы сказать это все равно центр власти пусть короли эти короли уже мертвы но они находятся в одном месте и мы знаем это место вот очень похожее делает Петро IV на самом деле следующий шаг за этим это создание столицы и закрепление короля как извините человека почти постоянно живущего в столице около нее ну тот же Филипп II возьмите в качестве примера его вот вот еще один очень похожий пример да это Лос-Жероне может знаменитый монастырь Иеронимитов в Лиссабоне он более поздний это 15 век но это вот тоже еще один такой политический ансамбль точка некровласти извините за термин соответственно два слова буквально два слова о замках как я уже сказал великая реконкиста отодвинула границу сильно к югу и на основной территории Кастилии боевые действия с маврами уже окончательно прекратились там просто не осталось с кем воевать разумеется оставались войны знаете между собой но это все-таки уже скорее отклонение нежели норма да и замки начинают возводиться зачастую не как места обороны а как скорее знак престижа то есть замок символизирует могущество своего хозяина потому что это дорогая постройка его богатство ну и разумеется исполняет оборонительную функцию но как правило не всегда успешно да вот замок Пеньяфьель знаменитый замок инфанта Хуана Мануэля когда он попал в реальную осаду он продержался меньше месяца в 15 веке в ходе одного из восстаний вот собственно если отвлечься от королей и от их интенций то мы увидим что соборная или если угодно церковная архитектура зачастую используется именно как мемориальная там хоронят и могилы надгробия могут многое рассказать о своих обитателях вот к примеру роскошное очень богатое захоронение Фернана Переса де Андрада в маленьком городке Бетансос рядом с Ла Коруньей маленький городок Бетансос благодаря деятельности как раз Фернана Переса де Андрада называют столицей Галисейской готики но щитодержатель у него и грободержатель обратите внимание свинья это вот собственно та же кровница жуткая ирония судьбы вот на самом деле то есть свинья-то мысловец вполне благородное животное а сейчас эта история считывается по-другому Фернан Перес де Андрада был достаточно серьезным но не самым богатым грандом Галисии совсем не самым богатым не самым могущественным в войне Трастамора он поначалу был на стороне короля Дона Педро которого я напомню почти безоговорочно поддерживала Корунья один из крупнейших портов Испании на тот момент Кастилии вот Кастилии соответственно он поддерживал сначала Дона Педро а потом перешел на сторону его брата Энрике Второго и причем вот применить к Фернану Перес де Андрада мы просто знаем мотив его купили ему предложили несколько городов в Галисии в случае победы Педро в случае победы Энрике в случае если он сдаст своего короля и он сдал своего короля его брату и был в шатре когда убивали Педро жестокого был одним из тех кто собственно как минимум наблюдал и не вмешался а то и поучаствовал вот за предательство ему на самом деле дорого заплатили богато и он вложил деньги в дело человеком он был умным серьезным предприимчивым он отстроил прекрасный повторюсь город там замечательная церковь в одной из церквей он похоронен но свинья в качестве щитодержателя сейчас в 21 веке вызывает уже совсем иные чувства к хозяину гробницы особенно если знать его историю но собственно вот завершая уже на менее патетической ноте в одной из церквей Бетансуса есть такое вот надгробие придворного медика Фернана Терреса де Андрада обратите внимание надгробие тоже раскрашено то есть оно находилось в закрытом помещении и на нем сохранились еще вот эти вот цвета 14 века это возвращает нас к тому что я говорил вначале к тому что соборы и церкви не соборные обычные зачастую были такие каменными книгами для не умеющих читать людей ну и мы переходим к третьему и последнему блоку это изобразительное искусство оно развивается в Кастилии значит как раз в 14 в Кастилии в Рагоне прежде всего в 14 в 15 веках я единственное что говорю здесь уже говорю не о книжной миниатюре все это деление получается весьма зыбким и условным потому что сложно же не называть книжную миниатюру изобразительным искусством но я о ней говорил в разделе посвященном письменной культуре поэтому здесь говорить уже не буду просто держите в голове что все это деление во многом условно собственно это эпоха готической живописи интересно что во первых появляется и развивается то что можно назвать придворной живописью развиваются новые формы храмового искусства церковного искусства это прежде всего ретабло я чуть дальше покажу их и немножечко объясню что это такое основные мастера периоды перед вами но собственно пойдем по видам придворная живопись это прежде всего королевство Арагона Кастилия здесь отстает и отстает очень сильно в изобразительном искусстве Кастилии королей и королев разумеется тоже изображали но чаще всего это инициалы документов фрагмент какой-нибудь небольшой фрагмент иконы в церкви если короли донаторы да доноры этой иконы если они платили за ее создание или это как в случае со знаменитым портретом Энрики IV рисунок на полях книги немецкого рыцаря путешественника который описывает потом свои путешествия иллюстрирует их портретами всех королей которых встречал за время поездки то есть это всегда книжная миниатюра или что-то около нее но не портрет вот в нашем понимании а в Арагоне в 15 веке появляется галерея портретов придворных наиболее наиболее известную галерею пишет Жаума Матеу это он пишет ее для зала совета городского дома Валенции к сожалению этот дом не сохранился он обрушился в 60-х годах 19 века там была галерея из 15 портретов дошло до сохранилось до нашего времени к сожалению всего 4 и вы их все видели портрет Педро Жестокого был раньше портрет Альфонса Великодушного вот он и соответственно еще два портрета вот они перед вами на следующем слайде это Альфонса Третий Свободный Хайми Первый собственно Завоеватель в чем важность здесь даже не о смысле а о важности речь почему вот об этой портретной галерее стоит говорить потому что перед нами на самом деле еще одна попытка сделать то же самое что Петро Четвертый делает с монастырем Побляд создать галерею памяти тоже такой знаете центр власти когда вы туда заходите и видите вот кто вами правил на протяжении уже многих поколений вот 15 портретов королей вашей страны то есть это нетипичная для средневекового человека и для средневекового сознания интенция закрепить вот именно такое рискованное выражение политическое гоностасно давайте я его использую забрав в кавычки предварительно вот в Кастиле повторить ничего подобного не было изображение единичное да несут богатую идеологическую нагружку ну собственно вот например вот Кастильская подборка перед вами да в центре внизу знаменитый скульптурный портрет Педро Первым на коленях это надгробие он сложил в руки в жесте молитвы если по нижнему ряду по одну руку от него на коленях стоит его сводный брат Бастард Энрике Второй милостивый и рядом с ним его жена это фрагмент иконы по правую руку от него сидит Альфонсо Десятый эту миниатюру я уже сегодня показывал и комментировал верхний ряд два крайних портрета слева и справа это изображение короля Энрик Четвертого в одном случае это миниатюра инициал собственно из документа в котором он отписывает земли очередные земли своему фавориту Хуану Пачако а справа соответственно это фрагмент из как раз путевых заметок немецкого рыцаря который разукрасил их ростовыми портретами всех королей с которыми общался в центре уже тоже звучавший и в одной из предыдущих лекций появлявшийся портрет Фернандо Дэнте Кэрри Фернандо Первого Арагонского который это фрагмент Ретабло Дона Санчо Де Рохаса И вот здесь мы плавно перейдем к тому что такое собственно говоря Ретабло Ближайшая православная аналогия к Ретабло это иконостас То есть это подбор комплекс икон образов чаще всего в случае с Ретабло чаще всего объединенный сюжетом каким-то который стоит собственно говоря в восточной части в алтарной части храма прежде всего он имеет но он опять как и все остальное искусство он несет прежде всего образовательную функцию глядя на например картинки можно увидеть в данном случае на Ретабло работы Антонио Переса можно увидеть сцены из жизни Богородицы верхние то что в нашей традиции называется клейма хотя здесь это конечно отдельные картинки отдельные сюжеты вот это и образовательная функция и опять-таки идеологическая функция пример вот был выше например это портрет Фернандо Д'Анте Кэрри которого коронует Христос на Ретабло Санчо де Рохоса Санчо де Рохос столетский митрополит он в этом случае стоит по другую сторону от трона и его благословляет Богородица держащая на руках Христа который коронует Фернандо Первого вот и идеология и ну разумеется культовая функция тоже не последняя тоже отрицать нельзя разное Ретабло я еще покажу разные их виды вот но помимо Ретабло следует упомянуть и роспись Клаустров то о чем говорилось выше и самого пространства собора вот в качестве примера прекрасного это роспись портика величия знаменитого портика портика величия коллегиальной церкви Святой Девы Марии в Торо это то что Реалько Лехиата дель Торо вот конец 13 века это самый красивый и самый старый из порталов Калихиаты но их там несколько просто остальные это уже 15 век и на них к сожалению не сохранилась раскраска мне в данном случае было ценно показать именно раскрашенный портик чтобы просто было видно как это выглядело вживую тогда для средневекового человека собственно вот один из Ретабло Святого Доминика выполненный одним из наиболее известных художников это Пер Николау каталонский художник здесь мы видим сцены из жизни Святого Доминика это фрагмент Ретабло конечно не полное но вот вам пример Ретабло несущего образовательную и культовую функцию вот еще два справа работы того же Пер Николау со сценами из жизни Богородицы а слева это Жалума Маттел уже упоминавшийся автор портретной галереи королей Ретабло Михаила Архангела с клеймами с вставками в которых изображаются чудеса с участием Михаила Архангела надгробия опять-таки мы говорили о монастыре Паблет в Кастилии роль монастыря Паблет должен был бы играть монастырь Картуха де Мерафорес где был похоронен Хуан Второй собственно фрагмент его могилы вы видите да и его жена Изабелла Португальская мать Изабеллы не срослось там остались похоронены только они остальные кироли лежат в других местах вот фрагмент ретабло монастыря Картуха де Мерафорес ретабло не обязательно расписное его могли делать резным как в данном случае да это резьба по дереву богатейшая плюс роспись сверху но вот фрагмент как раз когда ретабло несет не только религиозную но и идеологическую функцию мы видим колено преклоненного короля Хуана второго и на соседнем кадре Изабелла португальская собственно вот так выглядит эта ретабло в натуральную величину на таком размере даже не увидеть где эти фигурки короля и королевы но если присмотреться то можно различить их они занимают нижние углы ретабло слева от зрителя фигуры короля в самом низу справа фигуры королевы но все покрыто золотом богатейшая резьба повторюсь по дереву росписи кроме золота практически не видно надо вглядываться хотя она там конечно есть вот и вот еще одно ретабло это как раз помянутая мной ретабло Санчо де Рохас архиепископа Толецкого вот оно было в монастыре Святого Бенедикта в Вальядолиде сейчас в Прадо здесь интересующие фигуры опять-таки ничем не выделяются видите под Фернандо де Анте Кэру и Санчо де Рохас они отвели отдельных вставок они на центральной если присмотреться опять-таки сейчас то центральная икона где на троне сидит Богородица и держит на руках младенца Иисуса то сама Богородица немножко склоняется как бы сказать налево от зрителя на самом деле я не сказал а сказать надо ретабло как и иконы как и гербы читаются лево право на них читается не для нас зрителей а для персонажей да то есть для того чтобы понять где у них лево где право надо на самом деле повернуться к ним спиной чтобы это просто осознать так вот слева от нас справа от Богородицы на коленях стоит архиепископ Санчо де Рохас а слева от Богородицы стоит на коленях Фернандо де Антекера и младенец Иисус если приглядеться то видно он склоняется с рук матери протягивая Фернандо надевая на него королевскую корону ну вот Ретабло Санчо де Рохас это классический пример совмещения всех трех на самом деле функций классического испанского Ретабло здесь вам и священная история и собственно говоря предмет поклонения да верхняя картина над Богородицы это собственно распятие вы же видите и идеологическая функция тоже на месте можно увидеть короля и главу Кастильской церкви вот подводя небольшие итоги что нужно сказать к концу 15 века к эпохе католических королей испанская культура уже уверенно подходит к образцам к моделям культуры раннего модерна постепенно переставая быть средневековой прежде всего это касается конечно Арагона и Каталонии в этом плане их культура оказывается менее менее консервативной что ли плохое слово я не подберу лучшего вот более светское опять плохое слово не знаю вот но более более современное хорошо вот в то время как культура королевства Кастилия более такая более клерикальная более консервативная с точки зрения языка к концу 15 века остается уже устойчиво только Кастильский и Кастильский язык ну и соответственно каталонский язык в Арагоне Каталонии вот латынь остается только для университетов и редко для нотариальных записей почти все дело производства практически все дело производства суды производства королевства двух королевств уже ведется на соответственно Кастильском и Каталонском языках ну вот на этом наверное все и обратите пожалуйста внимание на рекомендованную дополнительную литературу спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok